Виктор Петров работает патрульным около трех лет, следит за правопорядком, оказывает помощь населению. Серьезных происшествий в Анапе не допускают, но ежедневно приходится сталкиваться с мелким хулиганством или потерей детей. На курорте родители расслабляются и становятся менее бдительными, а дети еще не осознают, что в чужом городе нужно быть особенно внимательным. Но, как правило, такие истории заканчиваются хорошо. У стражей порядка есть отработанный алгоритм действий в каждой ситуации. Без внимания никогда не оставляем вот такую ситуацию. Всегда спрашиваем, откуда, с кем приехал. Иногда дети бывают повзрослее немножко, у них облегчают нам задачу или бумажка, или мобильный телефон родителей по мне. Рутинная проверка таких ежедневно десятки. Плюс патрулирование улицы в режиме постоянной готовности. В курортный сезон нагрузка на полицейских в Анапе увеличивается в 4 или даже 5 раз. Фактически сменяют друг друга фестивали, концерты, спортивные соревнования. Городские, краевые, общероссийские и даже международные. Белла – чистокровная немецкая овчарка. Ей полтора года. Родилась в Новороссийском питомнике. Закончила она отлично специальные курсы по поиску оружия и взрывчатки. Александр Руковицын – ее командир и одновременно боевой товарищ. Его команда она выполняет беспрекословно. Взаимопонимание – результат кропотливого труда человека и четвероногого друга. Для собаки работа – это прежде всего игра. То есть поиск зачатки – это поиск любимого мячика, по сути. Каждая собака заинтересовывается по-разному. У одних собак приводит пищевая реакция, у других – игровая реакция. То есть инсинкт добычи. Главное мерило успеха для полицейских – спокойствие и безопасность отдыхающих и жителей. Ради этого приходится разнимать драки, искать по горячим в прямом смысле следам на песке пляжного вора. Хотя гораздо приятнее подсказать правильную дорогу или помочь снять с дерева кота. В практике полицейских часто бывает и такое. Никита Бойко, Александр Ребеко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.